Ну что ж, ребята, всем привет! Снимаю долгожданное видео с рассказом о том, как же Сара поступила в школу в первый класс без знания языка, без студенческой визы и без social security number, в общем, без ничего. Если вы вдруг впервые на моем канале и не знакомы со мной, давайте вкратце познакомимся. Меня зовут Женя Гейн, я видеоблогер, сейчас нахожусь в Америке вместе со своей семьей, мужем и шестилетней дочерью. Мы находимся в штате Флорида, город Палм-Харбор. Именно в этом городе пошла моя дочь в первый класс в школу. Это свежая информация, 2018 года, начало года, так что, если вам интересно, оставайтесь вместе со мной. Чтобы ничего вдруг не забыть, я выписала для себя подсказки, буду подглядывать. Дело в том, что я готовилась к этому видео очень долго и собирала информацию от знакомых, из интернета, а также здесь мой опыт, все, что коснулось именно меня, моей семьи, моей дочери. Перед тем, как уехать в Америку, моя дочь ходила в детский сад и заканчивала его. Они должны были войти в сентябре вместе с детками уже в первый класс. У них, конечно, была такая сильная подготовка в школе. Детский сад, в который ходила моя дочь, очень хороший. И, конечно, ей было тяжеловато переезжать, так как она уже взрослая, привыкла. У нее появились друзья, и она немного, конечно, спрашивала про друзей. Первое время они созванивались. И потом постепенно-постепенно она уже начала забывать. Не то чтобы совсем, но все равно до сих пор она говорит, что мама, самая лучшая страна — это Казахстан. И все мои друзья там, в Казахстане, и я хочу там жить. И мы, конечно, пытаемся ее подбодрить. У нее это бывает не всегда. Иногда какими-то периодами, когда, может быть, у нее плохое настроение, она нам это все высказывает. Но на самом деле она очень счастлива, очень позитивно настроена, что здесь. И мы стараемся ее никогда не грузить, не пугать. Наоборот, все в игровой форме очень легко и забавно. Мы долго с мужем совещались и решили все-таки отдать ее в школу здесь, в Америке, чтобы не мы, так хотя бы Сара выучила английский. Это, конечно, факт номер один. И также общение с другими детьми. И я за коллектив, за детей, за общение с детьми, с другими. Когда ребенок ходит в школу либо в детский сад, они очень развиваются и появляются новые друзья, знакомства. Это очень классно влияет на детей. По моему мнению, не нужно детей дома держать. Они должны общаться. И самый главный момент, когда мы искали жилье, мы в первую очередь смотрели на рейтинг школы. Есть специальные сайты. Я оставлю ссылки, все, всю информацию еще под видео дополнительное. Есть специальные сайты, на которых вы смотрите рейтинг школы. И только от рейтинга школы мы отталкивались, искали именно жилье, где был рейтинг школы хороший, в этом районе. Потому что нас напугали, что если рейтинг школы низкий, там, по-моему, ниже семи, там у них идет до десяти оценка, если семь, восемь, девять, десять, это хорошая школа. Если уже ниже семерки, то плохой рейтинг, плохой район, криминальный. И отталкиваясь от рейтинга школы, мы искали жилье. Это, конечно, было очень сложно, потому что обычно, если хороший рейтинг школы, то дорогое жилье, как правило. Если вы хотите квартиру подешевле, соответственно, школа, которая будет в этом районе именно бесплатная, которая государственная, она будет с низким рейтингом. Конечно, если вы можете выбрать частную школу с высоким рейтингом и возить ребенка туда, платить за обучение и самостоятельно возить ребенка туда и обратно. Но мы решили воспользоваться тем, что, во-первых, здесь бесплатным образованием в государственных, общеобразовательных школах. Во-вторых, как бы по возможности мы можем взять жилье в хорошем районе с хорошей школой. Мы, конечно, долго искали и решили остановиться именно в Палм-Харборл. Здесь хороший район, хорошие апартаменты, очень классная, красивая природа и замечательная школа. И давайте начнем с такого факта, что в Америке образование – это самое главное. И здесь есть такой момент, что любой ребенок, эмигрант, нелегал, турист, имеет право на образование. И его данные не поддаются в эмиграционную службу. Для меня очень было важно то, что ребенок не обязан знать английский язык. То есть Сару взяли в школу без знания английского языка. Для меня это было очень важно. Еще нас приняли в школу в середине года. Тоже многие задали вопрос, как так, не с первого сентября вы пошли, почему с середины, как вас взяли. Здесь вы хоть в любой день можете прийти, вас примут в школу. Мы пришли в четверг, нас спросили, когда вы хотите выйти. Я сказала понедельник, хотя я могла сказать даже, давайте завтра уже с пятницы, и пусть Сара идет в школу. То есть здесь вообще нет никаких проблем. Мне очень понравился тот факт, что здесь школы разные, и они разделены. То есть зависят от возраста ребенка. Например, есть начальная школа, средняя школа и старшая школа. Это отдельные здания, три разных школы абсолютно, они могут находиться даже в разных местах. Дети разных возрастов, они не пересекаются между собой. То есть Сара сейчас пошла в начальную школу, elementary school. И еще такой момент, если у вас несколько детей разных возрастов, соответственно, вы должны искать несколько школ, например, начальную, либо среднюю, либо старшую. И вам нужно, чтобы в этом районе было две хороших школы с хорошим рейтингом. Это тоже очень сложно найти. Бывает такое, что начальная школа супер, девятка, либо десятка, а старшая школа, она двойка, тройка. И это сводит с ума многих родителей. Вы должны тщательно подготовиться и обыскать именно тот район, где есть несколько хороших школ, которые удобны для вас. Здесь дети идут в школу очень рано. Их принимают с 4-х, с 5-ти лет. Все зависит от родителей, когда вы, наверное, готовы отдать ребенка и смотрите по его состоянию, готов ли он пойти. Нас, конечно, пугает этот факт, так как кажется, что наш ребенок слишком маленький, он еще ходит в детский сад, и для школы рано. Но поверьте мне, здесь такие школы, они очень отличаются от наших школ. Если я знаю по своим подругам сейчас, дети, которых пошли в первые классы, у них дети приходят со школы и плачут, потому что они привыкли, что в детском саду очень мягкое, в игровой форме, все так комфортно, и тут они попадают в другую среду, где жесткая дисциплина и совсем другое, все совсем. Дети страдают от этого, они не могут адаптироваться быстро, переломный такой тяжелый момент. То здесь нет, они попадают в первый класс, и здесь такая же дружеская обстановка, игровая форма, все свободно, легко, поэтому у детей нет такого жесткого контраста, как у нас, и они с удовольствием идут в первый класс. Вы можете посмотреть по предыдущему ролику, когда Сара пошла в первый класс, ее эмоции, ее впечатления, она абсолютно была довольной, сказала даже, чтобы мы ее подольше оставляли, зачем мы так рано забрались в школу. Еще один очень классный факт, дети не носят учебники. Здесь иногда даются школы книжки почитать домой, дети иногда сами берут их из библиотеки, но никаких учебников нет. Домашние задания учителя дают на листочках распечатанных, они вставляют в специальные папки, такие дневники, единственное, что они носят с собой, это такую папочку, дневник, который они должны каждый день забирать, приносить в школу, и в эту папку вставляют какие-то домашние задания, математику, там читать, что-то писать, все очень лайтово, и какие-нибудь записки для меня, для родителей, объявления, новости, что-то часто закладывают в эти папки, и то, что Сара носит, это папка, несколько карандашей и блокнотик. Блокнотик нужен для того, чтобы она порисовала, что-то там для себя написала, иногда они едут в автобусах и рисуют карандашами. В школе в основном все есть, все выдают, и цветные карандаши, и фломастеры, и пластилины, поделки, линейки, все-все-все там есть. Еще такой момент, дети не сидят за партой по двое, у них такого нет, особенно в начальных классах, я знаю, что когда она будет чуть постарше, они будут сами сидеть, у них парта рассчитана на одного человека, а сейчас, по рассказам Сары, еще когда я заходила, я видела, у них круглые столы по пять, по шесть, по десять человек, и они вместе сидят, общаются, говорят, что это формирует командный дух, также свободный дух, в общем, мне кажется, это тоже здорово, что дети вместе общаются между собой, сидят вместе. Дети могут во время урока спокойно передвигаться по классу, они не привязаны к месту, они не должны вот так сидеть, то есть никто их не заставляет, нет строгой дисциплины, кому-то, конечно, из вас это не понравится, кто-то из вас приверженец именно такой корейской дисциплины, жесткой, что шаг вправо, шаг влево, расстрел, нет, здесь такого нет, все дети в свободной форме передвигаются, кто-то может задрать ноги на парту, да, да, и это не показывает то, что ребенок не уважает учителя, это ничего страшного, в этом ничего плохого нет. Они могут сесть на пол, могут лечь на пол, пол обычно не холодный, обычно какие-то ковроланы, все очень чисто и нормально, и дети не приходят грязные домой, даже если они приходят грязные домой, в этом ничего страшного нет в Америке, здесь абсолютно все спокойно, свободно, нет никаких косых взглядов или что-то такого презирающего, никто на тебя не будет тыкать пальцем на маму, которая не переодела или не переобула, или ребенок вот пришел какой-то заляпанный, грязный, это все нормально, все отстирывается, отмывается, все мы люди, поехали дальше. Есть еще в школах здесь тематические дни, это о чем мне рассказывали другие мамочки, а также я увидела это в интернетах, там они часто отмечают какие-то там 100 дней со дня начала учебного года, об этом факте мне рассказала Оля, у нее дочь как раз тоже в первом классе, и им сказали, например, там через неделю в такой-то день будет 100 дней со дня учебного года, и все дети должны прийти как старички, одетые там в гриме каком-нибудь, и подружка моя сделала ей седые волосы дочки Алине, надела ей очки такие якобы от зрения, там какие-то морщинки нарисовала, надела на нее одежду такую, как у бабушек, и она пошла в школу, и все дети, все ученики, даже учителя, директора должны вот так по-тематически одеваться в определенные дни, соответственно, это Хэллоуин, соответственно, это Рождество, и другие праздники какие-то там выдуманные, придуманные, у них это все есть, и мне кажется, это очень здорово, это очень раскрепощает детей, и дети вообще по-другому находятся в школе, не боятся никого, я помню просто по себе, как я боялась учителей, боялась директоров, я помню, когда шел за очередь директор, мы все вот так вот не дышали просто, у них такого нет, у них очень хорошее отношение между детьми и учителями. Дети могут ходить в любой одежде, у них нет формы определенной, может быть, есть в каких-то частных, приватных школах, когда там какие-то пиджаки, там одинаковые у всех, либо галстуки, может быть, такое есть, но, по крайней мере, в нашей школе свободная форма, ребенок может ходить в любой одежде. Единственный момент, нам сказали надевать закрытую обувь, не должны быть сланцы никакие, потому что, во-первых, это небезопасно, ребенок может бегать и упасть, желательно, чтобы ножки были закрыты, это какие-нибудь кроссовочки летние, дышащие, либо закрытая обувь. Главное, чтобы было комфортно и безопасно. Это самое главное. Первое время я отвозила Сару сама на машине в школу, а потом забирала ее со школы. Но у нас есть автобус школьный, который забирает детей из нашего комплекса прям и привозит их сюда же обратно. Я морально подготовила Сару, что давай мы сейчас первое время поездим, а потом ты должна со всеми ездить. Такие правила. Она сказала окей, без проблем. Она увидела, что девочки утром едут в автобусе. Ей как бы тоже стало любопытно. Она согласилась с удовольствием. Это очень удобно. Автобус приезжает в 7.48 примерно к нам в комплекс. Я ее отвожу туда. Я контролирую то, чтобы она села в автобус. В автобусе есть водитель, еще человек, который сопровождает детей. И назад автобус приезжает в 3 часа. Также в школе есть дополнительные занятия, какие-то кружки, спортивные секции, развивающие. Недавно нам пришло письмо о том, что Сара может пойти в класс информатики. И если Сара любит играть в компьютерные игры, она может создать для себя или для кого-нибудь из нас игру. Вы можете представить, их уже в первом классе обучают информатике. Но обычно все дополнительные занятия после школы платные. Разные занятия и разные цены абсолютно. У Сары бесплатный завтрак в школе. Может быть, только в нашем штате, во Флориде так, но у нее бесплатный завтрак. Но потому, что она завтракает дома, она еще не ходит завтракать в школе. Я все равно даю ей какой-нибудь легкий перекус с собой, попить. Обязательно попить. Здесь требуют, чтобы в паильниках, таких специальных для воды, мы давали детям каждый день воду. Свежую воду, только воду. Ничего кроме воды. И еще у них есть ланч. За ланч я плачу 2 доллара. У них есть школьное приложение, есть мобильное приложение, есть сайт, на котором мы пополняем счет. И каждый раз, когда она приходит на ланч, списывают 2 доллара. С этого счета я контролирую, смотрю каждый день, что там было. Есть такие сайты, на которых показывают меню. В детской школе Сара рассказывает о том, что на ланче у них есть и полезная еда, и такая не очень есть. Если не полезно, это бургеры иногда бывают, какие-то сладкие соки. Потом она говорила, что у них были пельмени, были брокколи, какая-то капуста всегда, помидоры, грузы, овощи, фрукты. У них все-все это есть. У них даже есть мороженое. Они могут брать мороженое. Без ID номера ребенок не может ни ланч взять, ни пойти в библиотеку. У каждого ученика, у каждого студента, они называют учеников студента, есть ID номер, который присваивают, и по этому номеру я уже могу онлайн все операции делать. Еще такой приятный момент. На ланч я могу приезжать тоже к ней. Мы вместе с мужем можем приезжать. Мы можем брать с собой какую-то еду для себя, либо для нее, либо только для себя, и вместе с ней обедать. Представляете, мы можем вместе с ней пообедать. Там внутри школы, со всеми, там за столиком, либо где-нибудь на улице, на площадке. И потом дальше она идет снова на уроки, а мы едем по своим делам. Класс! Это очень здорово. Я еще ни разу не была, но я обещаю, что я съезжу, и хочу снять тоже все это на видео, показать вам. Плюс я хочу посмотреть, что же там все-таки им разносят, что там им дают. Автобус приезжает всегда вовремя, тютелька в тютельку. Ну, иногда бывает 2-3 минуты разница, но это, я считаю, вообще не проблема. Водитель всегда один и тот же, автобус всегда один и тот же, и мы уже друг друга знаем. Сейчас она мне рассказывает, что у них были уроки музыки, они ходили играть на пианино, также у них урок рисования, тоже такой прикольный факт, когда они что-то рисуют, либо делают какие-то поделки, эти поделки фотографируют, и выставляют в интернете на сайте, ну, то есть с одобрения родителей, если вы хотите этого. Потом эти рисунки, либо поделки вы можете напечатать на кружке, либо футболке. Мне, конечно, нравится этот факт, что детей вообще не грузят в первых классах, у них вырабатывают в первых, в начальных классах любовь к учебе, у них вырабатывают желание учиться, я считаю, это очень важно, их не пугают, процесс очень постепенный, комфортный, ребенок привыкает, он очень хочет учиться, ребенок приходит домой и с удовольствием делает домашние задания. Я очень хотела, чтобы Сара училась за границей, особенно в Америке, особенно учила английский язык, и когда я, помню, в детстве смотрела американские фильмы со школы, всегда мечтала в них учиться, теперь, как бы, это может быть даже отчасти и моя мечта, отчасти и мечта Вовы. У нас не было этого в детстве, хотя бы пусть будет у Сары. Я надеюсь, что ей все будет классно, ей все понравится, и она нам скажет когда-нибудь спасибо за это. Надеюсь. Давайте сейчас в конце видео я расскажу, какие документы нам нужны были при поступлении в школе. Обычно вы звоните в школу, в которую вы собираетесь пойти, от вашего района. Звоните и спрашивайте заранее, что нужно для вашего ребенка. Говорите возраст, дату рождения, откуда вы приехали. Все-все-все говорите, и вам говорят список документов, которые вам необходимы. Мне помогла моя соседка Галя, она позвонила, у нее классный английский, позвонила в нашу школу, спросила, что нужно, они все ей рассказали. Мы так сэкономили время, так же можно было поехать, мы вообще планировали поехать, узнавать, но она говорит, зачем ехать, давай я позвоню, все легко и плохо. Первый очень важный документ, это свидетельство того, что вы живете именно в этом районе, где находится школа. То есть, это какой-то договор аренды, я уже об этом говорила, доказательства, свидетельства того, что вы именно живете в этом районе, к которому прикреплена школа. Вы приносите этот документ. Плюс. Обязательное свидетельство о рождении, нам не нужно было переводить на английский язык, у нас свидетельство казахстанское, и оно на русском обычно. Мы принесли свидетельство копию, в принципе, я принесла оригинала, оригинал она тоже посмотрела, но они взяли копию, в принципе, им необходимы только копии документов, они не проверяют подлинность, хотя на всякий случай нужно приносить оригиналы. Я приносила оригиналы только там, паспортов и каких-то свидетельств. И такой момент. У нас в этом году запросили свидетельство об окончании детского сада. Говорят, раньше такого не было, но именно в этом году ввели новый закон о том, что каждый ребенок, который поступает в школу, должен закончить детский сад. Киндергаден. Именно американский, или, не знаю, любой может быть. У нас этого сертификата не было, так как у нас в детских садах его не выдают, и это была такая маленькая проблема, но наш детский сад пошел на ступки, сделала нам этот сертификат еще и на латинице, о том, что Сара такая-то закончила детский сад в таком-то году, такого-то числа. Мы сделали задним числом, что она закончила у нас в сентябре. Как раз была выпускница, когда вот заканчивали в прошлом году. Им подошел этот сертификат. Опять же, нам его выслали по почте, мы его распечатали, копию они приняли. Следующий листок, который нам нужен был, это осмотр у педиатра. Все названия я точно оставлю под этим видео в описании, вы узнаете, ну, как это называется, куда идти. Это обычный прием. Вы приходите, вашего ребенка осматривают, температуру смотрят, горло, уши, вес, рост, в общем, все осматривают, записывают это на таком-то планке и отдают вам. Это стоит 30 долларов обычно, везде, по-моему. Если у вас нет social security, если у вас туристическая виза, вы все равно можете туда пойти, вашего ребенка примут, запишут просто адрес, везде носите с собой на всякий случай подтверждение адреса и паспорт, все. И паспорт ребенка, когда вы приходите, все это показываете, вам дают бланк и отправляют. Я заплатила 30 долларов на сприн. И еще один важный момент, им нужны прививки. Все-все-все прививки, которые делаются у нас в школах, в детских садах, им нужны прививки, они без прививок не берут детей в школу. И так как мы против прививок, мы с Алей не делали ни одной прививки, ну, может быть, при рождении у нее там что-то и была, какая-то прививка, но только не АКДС. Я против них, и это отдельная тема. В общем, это наш выбор. Я считаю, что кто-то из вас считает по-другому, но всем разное, и у всех разное мнение на этот счет. Поэтому у нас вот такой выбор. Мы отказались от всех прививок, соответственно, у Сары нет ни одной прививки и нет такой справки. Что же делать в Америке? Боже, нам же нужна такая справка. Вы можете, конечно, накалякать, намалякать, что она у вас есть, что у вас есть все прививки где-то там у себя в стране, предоставить им тут перевезти и сказать, вот все есть. Но им же будут потом их снова делать, эти прививки в школе, а вы против, и вы же не хотите, чтобы ее кололи. А если каких-то не хватает, то вам тут сразу букет целый в плечо или куда-то ей вколят, и она будет ходить в таком состоянии сутки или двое, в ненормальном. В общем, я считаю, что это нехорошо. Мы отказались от прививок. И здесь есть очень тоже такой интересный момент, который нам подсказали другие люди опытные, что можно отказаться от прививок, написать отказ по религиозным причинам. Мы сначала подумали, что это как-то странно, не прокатит, какая причина может быть, и что мы должны такого им доказать. Но нет, тут есть отдельное учреждение, тоже ссылку на него оставлю под видео. Оно есть в каждом районе, куда вы приезжаете, говорите, что ваш ребенок идет в школу, в такой-то класс, и вы не делаете прививки, и вам нужен этот бланк с отказом от прививок. И вы отказываетесь от прививок по религиозным причинам. Действительно, я пришла, перевела заранее, как это будет, все это им выдала, что по религиозным причинам мы отказываемся. Она сказала, «Окей, я вас поняла, пишите, вот, чтобы вы отказываетесь». Я написала, подтвердила, подписала, поставили они печать. Потом меня завела к заведующему врачу, видимо, медсестра, и заведующий врач уже с такой улыбкой на лице сказала мне, «Ну вы же понимаете всю серьезность, да, того, что вы отказываетесь, что она может заболеть, что ты-ды-ды-ды-ды-ды, всю эту информацию она мне выдает, еще берет, распечатывает на русском языке через интернет, чтобы я еще и прочитала дома всю ответственность, которую я на себя беру». Я сказала, «Да, спасибо, я все поняла». Она мне выдала этот бланк, и с этим бланком мы пошли в школу. Все, это все документы, которые нам нужны были. Бланк об отказе от прививок не нужно повторять каждый год. Она сказала, «В следующий раз вы можете прийти, когда Саре будет 12 лет, либо постарше, и обновить то же, что у вас отказ по религиозным причинам». В общем, все легко, и просто, без каких-то головняков, да, как у нас говорят. На самом деле, оказалось все быстро, легко и просто. Я могла все это проделать за один день, но я проснулась как-то поздно, поехала в обед, на следующий день у меня продлился этот весь процесс, а так можно все это сделать за один день. В принципе, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны, надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, оно было для вас информативным, извините за, если я что-то там не договорила или что-то не так говорю по вашему мнению. Опять же повторюсь, что это наш опыт, это опыт других родителей, с кем вы здесь познакомились, а также кое-какая информация из интернета, так что вообще все замечательно, с нами это сработало, и надеюсь, вам в дальнейшем тоже кому-нибудь пригодится. Всем спасибо за просмотр, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok